про предпринимателей и но сфера космизм столкнулся с противоречием есть разные люди с которыми я общаюсь есть правые и левые ну я смотрю разные каналы там и националисты там чуть ли не фашисты в общем у каждого свое мнение в целом система и имперская до выстроена и скорее всего будет сохраняться еще несколько десятков лет как минимум то есть это единый царь ну да ладно система как бы формации она может быть больше социалистической или больше капиталистической здесь возникает вопрос а где граница и в какую сторону лучше двигаться я пришел что между социализмом и капитализмом есть одно противоречие это как раз то что называется там буржуа да там буржуи захватывают ну на самом деле это вопрос собственности то есть это вопрос чья собственность как из вопросов собственности вытекает вопрос как принимаются решения и как делится произведенный продукт первичное перераспределение возникает вопрос с предпринимателями вот если предприниматель создает предприятие и нанимает людей допустим одного человека то в этом случае нужно ли его раскулачивать с другой стороны если предприниматель делает какую-нибудь асик ферму или ферму роботов которые собирают автомобили и на всей этой ферме роботов работает он один и эта ферма производит продукции там на 100 тысяч долларов ежемесячно то нужно ли его раскулачивать с другой стороны там есть крупные буржуи и и и в пределе это империалисты то есть это когда идет сращивание государства и крупного капитала здесь однозначно все и либералы и коммунисты короче все абсолютно они говорят что сращивание капитала империализм это крайне плохо это приводит к монополизации причем нечестным монополизации бывает честное монополии когда просто выгодно одного производителя то есть несколько компаний договариваться организует общее производство ну отдельную компанию да вот которую контролирует там в долях ну или так или иначе там осуществляется контроль в случае когда империалисты договариваются то там идет повышение ставок ну и короче так вот есть разные взгляды у либертарианцев либералов и у коммунистов социалистов на то как взаимодействовать с предпринимателями и где собственно и где собственно граница между тем где надо отнять и поделить и где надо разрешить есть лево радикальные и право радикальные которые говорят там надо все разрешить это правы и другие говорят что скажем бабушка которая шьет наши носки и не нанимает других людей ей можно разрешить шить носки и продавать их а вот в случае если это завод который производит и там работает один человек но там много роботов то в этом случае надо запретить потому что сразу возникает вопрос а как он построил этот завод а а как он там эти деньги тратит да откуда он взял эти деньги ну и так далее так далее короче возникает вопрос такой несправедливости типа а он барыга там заработал нечестным хотя он может быть работал 10 лет скопил в то время как другие все это пробухивали а он оказался просто успешным да то есть много работал так сказать вошел в струю и собственно в советское время было были люди которые там на золотых приисках там на северах зарабатывали очень хорошие деньги приезжали покупали квартиры и машины там себе то есть то что надо было обычному человеку копить 20 лет они там поработав пару лет приезжали здесь они но для этого надо было впахивать вот мое мнение такое что есть золотая середина и необходимо предпринимательство с возможностью найма надо чтобы это было то есть я считаю что лево лево радикализм это плохо так же как и правый радикализм это тоже плохо вот золотая середина на мой взгляд состоит в том что предприниматель может нанимать сотрудников но но до тех пор пока вклад семьи предпринимателя потом он там его жена бабушка там дедушка там дети и так далее вот их вклад совокупный пока будет больше чем вклад наемных сотрудников ну я имею ввиду трудовой вклад в принципе в самом простом виде это можно считать по количеству людей до которые нанимаются вот такое мнение по поводу крупных буржуа я уже сказал что однозначно это не хорошо и надо компанию превращать в акционерное общество ну как сейчас и делается на самом деле это более оптимально а вот со средними компаниями вот здесь вот возникает пока вопрос не знаю как то есть средний бизнес это численностью ну там 100 там тире там 300 человек до примерно до тысячи до тысячи человек который в найме и с одной стороны это уже буржуй то есть он может уехать и жить на рентный доход с другой стороны человек который владелец который построил эту систему он во многом несет большие риски и нельзя сказать что это вот тот буржуй который владеет там заводом хотя тысячи человек это уже большую довольно предприятие однако на эти люди они производят функцию примерно такую же как админы в пойти то есть хороший админ это тот админ который спит на своем рабочем месте если админ бегает что-то суетится постоянно у кого-то что-то ломается он это чинит героически это плохой админ админ выполняет функцию один раз сделать и забыть ну и дальше просто дежурит играет в игрушки там или спит неважно главное что она работает без сбоев и вот предприниматель это по сути тот же админ который настраивает процессы рабочие процессы таким образом чтобы они работали автономно если он со своей задачей справился хорошо то он может спокойно отойти и система будет продолжать работать он может спать играть в игрушки неважно но самое интересное что предприниматель он несет риски на себе то есть свой капитал и он в любой момент может все потерять а если это еще заемные инвестиционные средства то это еще серьезнее и вот здесь вот со так сказать со средними буржуа я пока не знаю в общем нужен совет